здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы и случайные зрители в этом видео мне хотелось бы поговорить и рассказать вам о своем личном опыте применения их теофора в аквариуме из названия этого препарата наверное уже некоторые из вас могли догадаться для чего нужен и теофтироз или манка простонародье на нашем канале уже было несколько видео посвященных этой так сказать проблеме эта проблема часто встречается и вот тут я столкнулся с тем что нужного препарата мне не было в магазине пришлось брать то что есть и был там их теофор так началась история применение этого средства в моих аквариумах внутри этой коробочки находится полимерный флакончик и и небольшая инструкция данный препарат имеет зеленый оттенок из чего можно сделать вывод то что здесь находится малохитка малохитовый зеленый поэтому нужно начать с того что например такие рыбки мелкие бесчешуйчатые как неоны нужно понимать то что они очень чувствительны к этому препарату поэтому возможно отравление рыб естественно нужно следовать инструкции так как написано здесь однако если у вас рыбка такая как неончики либо подобные им рыбка если бесчешуйчатая то носите препарат аккуратно лучше в полдозе для начала если вы боитесь если вы не знаете хорошо свою рыбу если крыбу знаете хорошо ну тогда действуйте по инструкции некоторые пользователи этим средством используют ванночки для лечения теофтироза этим препаратом сразу скажу то что их тег лечить ванночками бесполезно потому что паразит вылупляется и попадает в воду и там размножается и нападает на рыб обратно я об этом подробно рассказывал в другом видео про лечение и вообще про эти офтироз знаете уже те кто смотрел видео про бродяжки в общем такое лечение никак не повлияет на выздоровление поэтому если вашем аквариуме появилась рыбка в манке белых точках то нужно лечить сразу весь аквариум но при этом помимо того что мы будем использовать это средство обязательно увеличьте подачу воздуха аэрацию и поднимите температуру воды до 28 градусов примерно а также не забывайте про ежедневную подмену воды ежедневно нужно сифоний грунт чтобы эти бродяжки уходили чтобы эти бродяжек убирать и и вот на этой почве мы начинаем применять ихтиофор о чем нам говорит инструкция инструкция говорит о том что количество кондиционера в одном флаконе 50 миллилитров то что мы видим и как сразу же здесь написано на пузырьке 50 миллилитров рассчитаны на 200 литров аквариумной воды то есть 5 миллилитров данного раствора применяется на каждые 20 литров воды производители заботятся о нас и сделали на своем флакончике колпачок этот колпачок равен 5 миллилитрам то есть один такой колпачок на 20 литров аквариумной воды как применяем берем емкость примерно 200 250 миллилитров наливаю туда можно взять прям воду из аквариума так будет проще либо свежую отстоявшуюся воду заливаем туда данное средство зависимости от того какой у вас литраж аквариума вы это еще увидите дальше в видео я это буду показывать как это делается разбавляется в воде после чего этот эту емкость мы выливаем в аквариум и соответственно воду желательно немножко перемешать чтобы она быстрее растворилась не будет такого как у у синьки так называемой аквариум не будет такой синий вода будет слегка изменен цвет в воде будет слегка изменен цвет если вдруг этот цвет очень быстро пропал значит нужно смотреть показатели воды так скорее всего там избыток аммиака нитритов нитратов что-то в этом роде потому что именно они цвет воды убирают подкрашенный цвет имеется в виду воды если нет оставляем некоторые делают так берут заливают через 12 часов делают подмена воды по инструкции немного по-другому подмена воды идет через день соответственно лечение такое необходимо продолжать до полного исчезновения манки и тефти роза причем напомню тем кто смотрел мои видео или тем кто не знал о том что часто бывает такое что он пропадает и тефти роз белых точек нет на рыбок но он находится как я уже сказал ранее в грунте и поэтому вам кажется что все рыбка выздоровела и тут через один-два дня рыба опять себя покрыта белыми точками поэтому когда вы увидите то что на рыбках уже нет белых точек лечение на этом не заканчивается примерно еще два раза внести обязательно необходимо это средство вот только тогда когда вы внесете еще раза два это средство контрольное так сказать вот после этого можно уже данное средство не применять также по личному опыту скажу понравилось мне лечить этим средством нет не очень понравилось есть препараты которые я их показывал которые мне нравятся намного больше намного лучше которые из с помощью которых рыба выздоровеет намного быстрее но если выхода нет берите ихтиофор и лечите этим средством а теперь предлагаю посмотреть как я лично применял это средство в аквариуме а и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok